Одну машину я уже переворачивал, вторую не очень хочется. Достаточно тяжело ехать, колея кончилась, и выглядит это так. Иногда бывает подобие брызг, просто на капот, капот накрывает снегом. Достаточно прикольное ощущение. Ну вот, почти по колено в этом месте снега. А это вот Toyota с нами такая едет. Её резина вы уже видели, это та же самая резина, которая была летом. Ну расскажи, каково это ездить на Toyota? Пока ещё не сломался, сколько? 500 метров поехали. Как едется? Легко по накатке. Да, Денис едет вторым, поэтому у него всё легко получается. Ничего, мы потом поменяемся, проверим, как Toyota себя чувствует. Вот у Toyota появился новый компрессор Berkut R24, так что будем пробовать сегодня накачивать колёса. Ехать первым, конечно, достаточно сложно. Постоянно приходится останавливаться, едем медленно, протаптывать. Потом можно ещё там чуть-чуть проехать, там буквально на скорости 5 км в час, снова встаём. И так вот развлекаемся. Мне кажется, что машинисты поездов, которые проезжают мимо, сейчас просто думают, боже, какие дебилы. Вот нам бы сейчас в субботу утром проснуться в тёплой кровати дома. Так нет, вот занимается всякой непонятной букигнёй. Оно застрял, Паджеро, конечно. Я просто вам покажу, сколько тут снега получается. Кончилось тем, что ехал пока, в принципе, просто уже не сел на хуку мостов. И вот сейчас нас будут вытаскивать назад лебёдкой Toyota. Машина стоит на нейтрале. Ну да, здесь видно, что я уже сел на защиту. Вот так вот это выглядело. А нам ещё ехать и ехать. Камера, наверное, не передаёт уклон. Здесь где-то, наверное, градусов 45. Очень сильно стаскивает из-за того, что здесь большой уклон. Поэтому Паджеро сейчас стоит вот таким вот образом. Смотрит грустно в сторону ямы. Ямы, и сейчас мы будем пытаться его откопать в эту сторону. Стянуло окончательно. Держусь только за счёт снега, который не даёт перевернуться сильнее ещё вправо. Вот такая коварная дорожка оказалась. Лебёдкой мы зацепились, но загвоздка в том, что угол недостаточно большой. Собственно, казалось бы, всё было бы просто, если бы Toyota смогла меня объехать. И я бы тогда мог зацепиться за неё. Но Toyota тоже прилипла. Нам помогает специальный человек, которого мы позвали от железной дороги. Водители Toyota просто они богатые люди. И они могут себе позволить возить с собой ещё одного человека, который бы откапывал им машины. Что, заставляют копать тебя, да? Ну вот, если серьёзно, такая история. Сейчас пробуем вытащить Toyota, чтобы Toyota уже тогда объехала Pajero. С правой стороны я попробую тогда за более таким каким-то сильным углом вытащить машину. Потому что вот так это всё, конечно, выглядит очень стрёмно. Сейчас мы пытаемся хоть как-то развернуться на этой узкой дорожке. Для чего от Pajero мы уже свесили в кювет. Вот сейчас вот будем, собственно, то же самое делать с Land Cruiser. Но снег очень мокрый. Сейчас около нуля. И сцепление очень плохое, очень скользкое. Как оказалось, когда ты чего-то хочешь, вот это как раз и не получается. Когда хотелось ехать прямо, постоянно стаскивало. Сейчас задача сделать так, чтобы Land Cruiser съехал жопой туда в кювет. Нифига. О! Технология. Ну что, получилось. Теперь наша задача вытащить таким же образом Pajero. Ну, в общем, технология сработала. Разворачивали машины и сейчас уже выехали. Уже стоим на ровной поверхности. Вот, собственно, Pajero вы видели. А там сзади меня Toyota. Будем пробиваться в обратном направлении. Решили поменять направление, потому что так, конечно, ехать вообще невозможно. Обратно ехать просто сказка. Едешь по колее, по своей же. И тебя никуда не стаскивает, хотя колея достаточно глубокая. Ну, ничего себе. Вот так вот мы ехали-ехали. Думали, о, какая хорошая почищенная дорожка. А вот, собственно, и виновник торжества. Еще, видимо, пробовал себя как-то выдергивать, что ли. Как-то или он ковшом себе помогал. Угол здесь примерно такой же. Да, самое интересное, что на самом деле у Pajero был угол примерно такой же. А так дорожка очень хорошая. Прям почищенная прямо. И мы едем, как настоящие афродеры. Правильно? Очень трудно. Но понижайте, да, совсем глубокая. Да, Toyota не едет по-другому? Только со всеми глубоками всегда. Может быть, тебе просто не хватает уверенности? Возможно. И стали мы ехать, пока отложили эту затею по вот этому треку вдоль железнодорожных путей. Потому что переметы очень большие, много снега. И это просто выглядит так, что ты заезжаешь туда и просто копаешь. И мы решили поехать, посмотреть, что происходит в Содло. Вы узнаете этот трек. Это вот видео, которое было. Там, собственно, две части. И решили поехать и посмотреть. Вот мы приехали и смотрим здесь. Мы здесь обнаружили перевернувшийся снегоход. Поставили его сейчас на колеса. Чел уехал. А мы наслаждаемся зимним лесом. Смотрим, что вокруг. Вот такая красота готовится у нас. Наступил второй день нашей поездки. Мы остановились на берегу Содло. Сегодня мы проснулись. Такая красота. Вокруг еще за ночь выпал снег. Там видна машина Дениса. А вот Паджеро. Сегодня у нас большие планы. Есть желание проехать второй трек. По второй части озера. Ну и посмотрим, сколько там снега. Конечно, вчера нам повезло, что были снегоходные колеи. И это хотя бы немножко облегчило нашу задачу. Ездил ли там кто-то вот по второй части озера. И что нас там сегодня ждет, непонятно. За ночь выпало еще много снега. Так что посмотрим. Добрым утром. Добрым утром. Ну чего, как ты тут спал? Расскажи. Ну, более-менее. Не очень просто. Просто разложил сидение. В принципе, получается более-менее ровный пол. Сюда одежду поставить. Можно спать. Ну, бампером нет. Слушай, ты упираешься. Нет-нет-нет. Все, поднял морду. Ну, сейчас медленно наезжай. Нормально, до бампера еще далеко. По миллиметру сдвигаешься. Думаю. Ну, вот парковка. Парковка. Парковка, да. Не, сидишь. Слушай, не. Слушай, а не получается. Матусij. 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 Матус. Матус. Выбрались из снежного плена Готовим тут себе нехитрый орбит Перекусим И поедем на вторую часть трека Каннамбургеры Пик котлеточки Полуфабрикаты Но ты ни во что не уперся Просто переднее колесо крутится То есть Toyota провалилась Просто левой стороной И встала А ты назад не можешь Все, теперь она на защите повисла Так, вот здесь я думаю, что нужно лебедкой Тут уже все Ну, слишком большая горка Мне не разогнаться Ну, в принципе, здесь проходится Просто, что, ну Очень плотно Не газануться Разобьешь машину Так, ну, что, Gemma доехали до такого не засадного места где прошла такая гусеничная техника небольшой тягач и он тут нам хорошо разместил это было то место которое мы с большим трудом проходили было весной сейчас тут просто каша с водой и грязью решили что мы все-таки поедем в объезд нашли небольшую дорожку сейчас denis попробует пробить эту колею это есть тут есть какие-то следы но вроде как такой снег что ехать можно ну ты как в рекламе кашкая собаки только не выбегают а а а а Технический участок. Технический участок. Там на съезде ступенька будет. Технический участок. то сейчас просто назад как бы не не и должен но да да нет но справедливости ради тут есть угол показать наверное кажется что его тут почти нет ну был такой есть какой-то да 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 нормально нормально так если вдруг лицу вы увидите вот такие вот красные капли будет казаться что это вот просто какая-то значит трансферсионка не бойтесь этот раз дениса там узко а не нормально ну да вот ступенька походу сейчас обойду посмотрю подожди я сзади колесом переднем уперся просто вот во что-то как раз может на эту ступеньку может просто влёт и опять это вездесущая гусянка тут прошла там было желтое пятно и все на самом деле глубоко это большая ступенька Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...